СМОЛЕНСК КАЭС При поддержке концерна «Росэнергоатом» в Десногорске открылось семейное кафе. Семинар-стажировка по охране труда для подрядных организаций. Лечебно-профилактическое питание на станции. На СМОЛЕНСК КАЭС в работе первые трети энергоблоки. Общая мощность составляет 2120 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 2 с 25 октября находится в плановом капитальном ремонте. Выработка электроэнергии за 7 дней ноября составила 305 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 20 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 1,3 миллиарда. Радиационный фон на промышленной площадке СМОЛЕНСК КАЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. СМОЛЕНСК КАЭС обладает высоким уровнем эксплуатационной безопасности. Такой вывод сделали представители Международной страховой инспекции, которая прошла на СМОЛЕНСК КАЭС. Эксперты ядерного страхового пула из России, Великобритании, Мальты и Украины оценили страховые риски предприятия. Это третья Международная страховая инспекция на СМОЛЕНСК КАЭС. Уровень развития СМОЛЕНСК КАЭС очень высокий. Я считаю его одним из высоких наряду с тремя атомными станциями в России. В нашей шкале мы отмечаем этот риск ниже среднего. То есть это очень хорошее состояние. Основанием такого вывода стал подробный анализ текущего состояния атомной станции и направлений деятельности, влияющих на безопасность предприятия. Инспекторы изучили показатели ядерной эксплуатационной безопасности, противопожарной защиты. Анализу подверглись реализация смоленскими атомщиками программы модернизации энергоблоков, мероприятия по противоаварийной готовности, процедура обращения с ядерным топливом и многие другие направления деятельности. Среди сильных сторон СМОЛЕНСК КАЭС команда Международной инспекции отметила последовательность реализации программ модернизации и повышения надежности энергоблоков, совершенствование составляющих культуры безопасности, хорошее состояние поддержания оборудования и помещений станции, общие удовлетворительные эксплуатационные характеристики и комплексные системы мониторинга ценного оборудования. Дана положительная оценка выполнения станции рекомендаций по итогам предыдущих инспекций. Кроме того, они отметили высокий уровень знаний персонала, присущий работникам станции энтузиазм и приверженность своему делу. Также эксперты предложили руководству СМОЛЕНСК КАЭС свои рекомендации, которые, по их мнению, позволят сделать работу предприятия еще более безопасной и эффективной. Та положительная динамика, которую вы заметили, на которую обратили внимание, она будет у нас развиваться в том же направлении. Замечания, предложения, рекомендации, которые вы нам показали, и то, что вы увидели в процессе проведенной инспекции, обязательно реализуем на своей станции с учетом ненарушения норм и правил, в рамках которых СМОЛЕНСКА АТОМНАЯ СТАНЦИЯ работает. Повторная оценочная инспекция по результатам внедрения рекомендаций планируется на САЭС через два года. В преддверии Дня народного единства в городе Смоленских атомщиков Десногорск для посетителей распахнула дверь и семейная кафе-сервис. Новый объект отдыха и общепита реализован концерном «Росэнергоатом», Смоленск АЭС и администрации Десногорска. В торжественной церемонии открытия кафе приняли участие первый заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, глава Десногорска Андрей Шубин, представители «Энергоатоминвест», САЭС-сервис, жители Атомграда. Хочется поблагодарить и концерт, и ваше структурное подразделение, безусловно, администрацию муниципалитета, потому что, действительно, когда городская среда наполняется объектами, которые нужны жителям, это очень важно. Очень важно, чтобы это меню было разнообразным, но хочу сказать, что и социально доступным, чтобы здесь были комфортные цены. Надеюсь, что всегда будет здесь многолюдно, и желаю многолюдности города Десногорска, побольше семьи, побольше детей и счастья в этих семьях. Такие вот, они нужны городу, они очень нужны, это место, куда люди будут приходить, жители города встречаться, общаться. На нем мы посмотрели, на нем довольно богатая, интересная, правильная. И можно сюда прийти с детьми и провести здесь время. Очень здорово. Новое кафе уютно расположилось в парковой зоне между храмом Стефана Великопермского и реабилитационно-оздоровительным центром Смоленск АЭС, где в кружках и секциях занимаются юные десногорцы. Рядом с кафе детские площадки, на которых молодые родители гуляют с малышами. В ассортименте заведения – кулинарная и кондитерская продукция, замороженные мясные и рыбные полуфабрикаты, изготовленные с АЭС-сервис. Было приятно работать над этим объектом по той простой причине, что мы получили всестороннюю поддержку и идеи, и воплощение этой идеи в жизни. Нам еще предстоит очень много сделать, мы это понимаем. Это прежде всего заключить спрос, ассортимент, приложить все усилия для того, чтобы это кафе не только было при открытии красиво, но прежде всего этот объект стал долгожителем в городе. Первые посетители кафе стали участниками увлекательных кулинарных викторин и конкурсов, а также смогли отведать вкуснейшие пирожные, торты, булочки, пирожки и блинчики. Также приобрести готовую продукцию домой. Кафе работает в будние дни с 10 до 18 часов. На Смоленской АЭС прошел семинар-стажировка по охране труда для подрядных организаций, в котором приняли участие специалисты смоленских филиалов «Атомтехэнерго» и «Атомэнергоремонт». ЭЦМ «Смоленск», «Смоленская АЭС-сервис». Темами семинара стали организация безопасного производства работ на высоте, оценка существующих рисков при их выполнении, подготовка плана мероприятий по спасению и эвакуации персонала при нештатных ситуациях. Специалисты отдела охраны труда «Смоленская АЭС» разъяснили требования и правила при выполнении работ, связанных с повышенным риском падения с высоты. При ремонте оборудования, находящегося на значительном возвышении от поверхности пола, над другим действующим оборудованием со вскрытием технологических проемов для доступа к оборудованию. Также они продемонстрировали использование страховочных и удерживающих систем, различного функционала и средств индивидуальной защиты для выполнения высотных работ. Данное мероприятие, оно очень важное мероприятие, и хотелось бы в дальнейшем продолжать этот опыт, потому что постоянно все меняется, и, в общем-то, очень большая польза от этого мероприятия и много вещей, которые способствуют именно организации, безопасной организации рабочих мест при работе на высоте. По результатам специальной оценки условий труда, проведенной на Смоленск АЭС, 1855 работников бесплатно получают лечебно-профилактическое питание. Его предоставление – обязанность работодателя, включено в федеральную программу первоочередных мер по улучшению условий и охраны труда. Лечебно-профилактическое питание призвано укреплять здоровье персонала и предотвращать профессиональные заболевания. Приготовление и выдача лечебно-профилактического питания производится в соответствии с рационом номер один, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития. САЭС-сервис – компания, выбранная для организации лечебно-профилактического питания на нашей атомной станции по результатам тендера. Она отвечает за соблюдение рациона и составление меню, соответствие самого процесса санитарным нормам и правилам. Специалисты-технологи разрабатывают меню и технологическую карту на каждое блюдо с обеспечением веса, калорийности, пищевой и биологической активности. Коллектив САЭС-сервис беспокоится о качестве предоставляемых услуг, открыт для предложений и оперативно реагирует на жалобы, старается внести приятные новшества, оформление столовых, закупает новое современное оборудование. В 2017 году поставлены итальянская картофелечистка, электрическая мясорубка, заменены линии раздачи. Чуть раньше появились пароконвектоматы, предназначенные для комбинированной тепловой обработки паром и конвекцией горячего воздуха вместо обжаривания на масле. Свежая продукция, предоставляемая производителями, подвергается тройному контролю. Готовую каждый раз оценивают заведующие производством, технолог, шеф-повар. Более того, за исполнением требований следит Комиссия по охране труда и лечебно-профилактическому питанию при профсоюзе Смоленск-АЭС и Межрегиональное управление номер 135 Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации. Профсоюзный комитет уделяет особое внимание лечебно-профилактическому питанию качеству. У нас работает, постоянно работает комиссия по охране труда и лечебно-профилактическому питанию, которая с периодичностью раз в квартал проверяет работу столовых первого-второго этажа АБК, столовую РСЦ и столовую профилакторию на соблюдение рационов, проверяет нормы закладки, условия хранения продуктов, условия выдачи, санитарную обстановку в помещениях столовых. Определяются, выявляются замечания, которые устраняются в рабочем порядке. Работа данной комиссии оформляется актом. Акты для желающих могут ознакомиться с актами. Они находятся у нас в ППО САЭС. Поэтому, если у кого есть желание проверить и посмотреть, есть ли замечания и как они были устранены, пожалуйста, подходите, все объясняйте. Чтобы процесс получения лечебно-профилактического питания в столовых не прерывался в течение суток, в три смены трудятся восемь профессиональных поваров. Идет работа в горячем и холодном, мясном и овощном цехах, цехе полуфабрикатов. Для тех, кому удобно получать лечебно-профилактическое питание в городе, есть столовая РСЦ. Обед состоит ежедневно из холодной закуски, первого блюда, второго блюда, которое мы предоставляем на выбор. или это мясо, или это печень, или это рыба. Гарнир, дополнительное блюдо, творожное, кефир обязательно, ежедневно, и компот или горячий напиток. В рацион входит ежедневно фрукты, что мы и делаем. В виде яблок и апельсинов проводим порционирование фруктов. Приготовление лечебно-профилактического питания проходит тоже в соответствии технологических карт по сборникам рецептур. Супа в основном идут на лечебное питание вегетарианские, то есть не на бульоне. Готовятся вторые блюда из нежирных сортов мяса, исключается острое, соленое, то есть все делается для щадящего питания работников станции. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС с важными событиями из жизни станции. Вы можете ознакомиться в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке, а также в разделе Смоленск АЭС на сайте Росэнергоатом. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова